Друзья, здравствуйте! Меня зовут Настя, вы смотрите Конаково онлайн. Мы находимся в комплексе отдыха Завидова на вкусном и профессиональном празднике мастерства по профессиям повар и официант. Конкурс посвящен празднованию Всемирного дня туризма и дня профтехобразования. В нем принимают участие студенты колледжей Тверской области от 16 до 23 лет. Вообще по Тверской области поваров готовят 18 колледжей. На конкурс приехали представители семи из Конакова, Твери, Бежицка, Старицы, Кимр и Вышнего Волочка. Первая часть конкурсной программы для поваров. Они готовят оригинальное блюдо – рыба на мангале с гарниром и соусом. Как вас зовут? Федоров Максим. Колледж? Город Старицы, Тверской технологический колледж. Максим, а какое самое главное качество повара, на ваш взгляд? Быть ответственным и серьезно относиться к своей работе. А это как? Ну, очень стараться, чтобы было все правильно по санитарным точкам зрения людей, точнее не людей, а правил, и готовить вкусно и красиво. Сорокин Иван, Кимрский колледж. Для кого вы больше любите готовить? Для мужчин или для женщин? Наверное, все-таки для женщин. Почему? Ну, потому что женщины нас одаряют, чтобы готовить для них. А мужчины обычно платят в ресторане? А мужчины уже за них платят, да. Как вас зовут? Атануцкий Руслан Демьянович, Бежевский промышленный экономический колледж. Руслан, а вы дома готовите для родных, близких? А для кого в большинстве? Для матери. Очень любит. Любит? А есть любимое блюдо какое-то там у мамы, у папы, что говорят, вот сегодня готовишь ты и только это? Любит все. Все? Любит все. Мария Анатольевна, как давно проводится конкурс? Мы конкурс проводим второй раз. Первый раз мы проводили в 2018 году. И сейчас решили возобновить эту прекрасную традицию. И вот совместно с комплексом «Одыха Завидова» решили провести конкурс поваров и еще конкурс официантов. А какая основная цель конкурса, на ваш взгляд? Любой конкурс профессионального мастерства проводится ради оценки профессионализма. И несмотря на то, что наши студенты, еще сложно их назвать профессионалами, но чтобы дать им возможность оценить свои способности, посмотреть на свои возможности, воплотить свои творческие идеи. И проводятся такие конкурсы. Тем более, когда членами жюри являются профессионалы. Это очень важный момент любого конкурса. Конкурсы закаляют характер, делают студентов более взрослыми и ответственными за ту деятельность, которую они осваивают за партами. А по итогам конкурса участников будут какие-то привилегии у тех, кто выиграл? Кроме призов и дипломов, как-то им еще это пригодится? Ну, любой опыт, он вообще полезен в жизни. И опыт победителя, и опыт проигравшего. Иногда даже опыт проигравшего стимулирует больше, чем, например, опыт победителя. Любая деятельность полезна для будущей профессиональной деятельности. Вторая часть конкурса посвящена мастерству официантов. Тема конкурсной программы – обслуживание гостя за столом. И презентация конкурсного блюда, которое приготовили участники повара. Ты знаешь, почему повара такие высокие шапки носят? Честно говоря, даже не задумывался. Насколько я знаю, что чем выше колпак, не шапка, а колпак, тем главнее повар на кухне. То есть шефы носят вообще высокие. Ну, я пока начинающий, так что будет начинать с маленьких, таких не сильно высоких. Саша, ты рассчитываешь сегодня на призовое место? Разумеется. И как ты оцениваешь свои шансы по десятибальной шкале? По десятибальной шкале я, конечно же, оцениваю в десятку, по-любому. Этот конкурс – не просто соревнование по мастерству поваров и официантов. Это часть большой работы по подготовке кадров, которые смогут профессионально и со вкусом предоставлять качественный сервис в кафе и ресторанах, как гостям, так и местным жителям нашего края. Это подтверждает тот факт, что конкурс посетила Ирина Викторовна Шереметкер, депутат законодательного собрания и президент Ассоциации туризма Тверской области. Нам удалось с ней пообщаться. Ирина Викторовна, в Тверской области 18 колледжей, которые готовят поваров. На конкурс приехали только 7 представителей. Как вы думаете, почему? Ну, это большая ответственность участия в конкурсе. Это выставление своих навыков, как и студентов, так и преподавателей, вообще на всеобщее обозрение. Ну, у некоторых, у многих чисто технические причины могут быть. Но вообще популярность таких конкурсов с каждым годом, она растет. И мы надеемся, что на следующий год мы сможем, как бы, уже заявить о большем количестве участников. А вот почему конкурс именно здесь проходит, в УПДК Завидова? Ну, я думаю, что это инициатива прежде всего руководства, потому что всегда важно, чтобы персонал из самого комплекса работал на самом высоком уровне. И приезжают оценивать такие мероприятия профессионалы высокого уровня, я имею в виду жюри. И поэтому общение вот с такими людьми, оно всегда очень ценно. Как вы оцениваете качество сервиса в Конаковском районе, как обслуживающего персонала, который встречает гостей, да, в ресторане подает еду, так и кухня? Ну, я бы сказала, что в Конаковском районе он вообще впереди всех в Тверской области, потому что здесь развиваются крупные инвестиционные проекты. И, в общем-то, уровень публики, который сюда приезжает, он соответствующий, и развитие будет продолжаться. Поэтому эта территория очень перспективная для именно сферы гостеприимства, общественного питания и различных услуг. И уровень, соответственно, вот на таких объектах, именно средствах размещения, очень высокий. Все участники конкурса получили дипломы, а победители были еще награждены ценными призами. Такие конкурсы – отличная возможность обрести новые деловые связи, обменяться опытом, проверить свои силы. Спасибо огромное организаторам конкурса за то, что вы популяризируете кулинарное искусство и сервисную деятельность в Тверском регионе. Помогаете участникам воплощать свои творческие идеи и повышать профессиональное мастерство. С вами была Настя. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok